МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В пещерах стоял невыносимый смог. Что изменилось с тех пор? Человечество технологически окрепло, и костров стало значительно больше. Они горят в двигателях автомобилей, тепловозов, теплоходов и самолетов, в топках тепловых и атомных станций, котельных и заводов. Букет вредных и ядовитых веществ в современных выхлопах стал значительно богаче в сравнении с первобытным костром. Благодаря наземному и воздушному транспорту мы дышим воздухом, пьем воду и употребляем в пищу продукты, в которых содержится без малого половина таблицы Менделеева. Оксиды азота, углерода и серы, альдегиды, бензопирен и сажа, ртуть, мышьяк, свинец и хлор, полициклические углеводороды и радиоактивные изотопы. Список этих страшных названий можно продолжать бесконечно. Именно этот воздушный коктейль мы получаем, когда идем в парк подышать свежим воздухом. Растущее количество автотранспорта превращает концентрации этих вредных веществ в смертельных. Не стоит забывать и об авиации. Каждый старт тяжелой ракеты и пролет многомоторного самолета образует в озоновом слое дыру размером с европейскую страну. Транспорт до конца века способен убить в авариях и катастрофах более 150 миллионов человек, а более полутора миллиардов сделать инвалидами и калеками. Как избежать этих чудовищных жертв? Как сохранить планету зеленой, а не сделать ее пепельно-серой? Ездить на лошадях? Ходить пешком? Эй, Марти Макфлай, одолжи нам, ныне живущим на планете, 7 миллиардов аэродосок из своего прошлого будущего. На самом деле эффективный транспорт уже разработан ученым Анатолием Юницким. Этот гениальный инженер изобрел идеальный во всех смыслах транспорт под названием «Рельсовая небесная дорога». Более 30 лет и несколько сотен миллионов долларов уже инвестировано, чтобы проект Юницкого воплотился в жизнь. Что же представляет собой транспорт будущего? Представьте себе легкий поезд или спортивный автомобиль на стальных колесах, которые размещены на ажурных рельсах над землей. В рельсах натянуты струны с усилением в сотни тонн. Благодаря идеальной ровности пути и сверхаэродинамичности подвижного состава он способен развивать скорость до 500 км в час. Поездка обойдется вам в 7 раз дешевле, чем на обычном поезде. Безопасность будет в 2000 раз выше, чем в автомобильном транспорте. А на путешествия понадобится в 10 раз меньше электрической энергии или топлива. И это еще не все. Струнные рельсы крепятся на легких, но исключительно прочных опорах, что позволит спасти от уничтожения плодородный слой почвы, ныне занятой автомобильными и железными дорогами, на территории в 4 раза превышающей площадь Великобритании. Эта почва останется живой, она будет дышать, а зеленые растения на ней будут вырабатывать кислород, достаточный для дыхания миллиардов людей. Чтобы внедрить этот вид транспорта по всему миру, нужны соизмеримые средства с уже затраченными. Примерно столько же, сколько стоит сегодня пара-тройка футболистов или одна-две картины не самого известного художника-импрессиониста. И реализовать это возможно лишь при народном финансировании. Такой транспорт нужен в первую очередь именно нам с вами. И только мы сможем воплотить этот проект в реальность. Станьте соинвесторами народного транспорта будущего. Инвестируйте в будущее своей планеты.